Александр Георгиевич, подтверждаю Ваши слова, Вы только что вернулись в Запорожской области. Местные жители, Бердянский, Мелитополь, когда проезжали Мариуполь, ДНР, говорили, что самый большой порядок был именно когда там встали в огнера. Это действительно так, это закаленные бойцы. Но я все-таки... И, кстати, просили передать привет жителям Запорожской области. Для них действительно наша Беларусь, как Вы здесь говорили, это образец такого современного государства, уже неоднократно слышали. Если бы на Украине был такой порядок, не было бы той беды, которая там случилась. Ну, это так. Но я с юга на запад. Вы упоминали слова Моровецкого о том, что там беспригожина, Вагнер станет еще опаснее. Как Вы относитесь к тому, что Беларусь, белорусская тематика, там, вагнеровцы, там, снова они пытаются с этим забором, который выстроили вдоль границы, тактическое ядерное оружие стало главной новостью в ходе польско-политической борьбы. У них вот Беларусь сейчас на первых полосах. Или это местные политики так пытаются манипулировать общественным мнением? Или они действительно верят в какую-то угрозу, которая исходит? Уважают. Считаются. Население об этом говорит, приходится реагировать. Вы, как политик, это прекрасно понимаете. Люди говорят, куда денешься, надо реагировать. А что они сегодня скажут, что они здрасте стену построили? Поляки им, руководство Польши им не скажет, что эта стена не помеха для мигрантов. Для меня тоже это удивительно. Ни одного мигранта, который решили пройти в Польшу через стену, стена не задержала. Весьма ответственно вам об этом говорю. Если мигранты хотят туда пройти, они проходят. Они сюда выкидывают просто. Не только трупы, а иногда и живых людей сюда выбрасывают. И стараются не пустить. Слушайте, через сутки они там. Они не в Беларусь пришли. А если уже говорить о мигрантах, ну так ты любишь вот эту правильную тему. Напомни им. Ведь не мы же создали эту волну. Они же отказались с нами сотрудничать. Центры эти строить там, финансировать и так далее. И против нас ввели санкции. И я тогда говорю, слушайте, что вы безумцы? Вы ввели против меня санкции, я вас буду защищать от мигрантов? Ну так ловите их там. Меркель же их туда в свое время позвала. Они это помнят. Ну и другие причины. Мы абсолютно невиновны в том, что эта волна мигрантов пошла. Она была меньшей через Беларусь, если бы не было войны в Украине. По Украине они не пройдут. Они и там ходили в Европу, через Украину, когда не было этой войны. За большие деньги ходили через Украину. Сейчас не ходят. Сейчас осталось вот это окно. Мы с них мзду не берем. Но мы воевать за Европу и рвать на себе одежду не будем. Все здесь с той политикой, которую они проводят. Ну а что касается белорусской тематики в Польше, поляки должны понимать. Причина только одна. Им надо внешний какой-то враг. Беларусь, Россия. Вот это враг. Надо объяснить народу, почему эту стену построили. Это же на референдум вынесли вопрос. И не вынесли строить или не строить. А будем сносить или не будем. Ну слушайте, умные. Я считал, что там у власти умные люди. Ну такой вопрос внести на референдум. Ну это идиотизм полный. Они, да, они, нет, они что, поляков за идиотов считают. Сразу же поляки оценили этот поступок. Поэтому им надо сегодня эта тема. Почему надо? Потому что на устах у поляков Беларусь, Беларусь, Беларусь. Почему мы вляпались, поляки, туда? Почему это нет? Почему того нет? И топливо дорогое, и это. А у беларусов нет. Они же сравнивают. Поэтому нас надо опустить. Они на этом коне белорусском хотят вскочить в парламент и победить. Не получится. Полякам мы все объясняем и объясним. В ближайшее время еще увеличим эти разговоры на польскую тему. Мы будем им говорить правду. Да и поляки видят сами что-то. Продолжение следует... Продолжение следует...